Чем отличаются ВНЖ и ПМЖ в Канаде и как получить эти документы? В Канаду каждый год за лучшей жизнью приезжают сотни тысяч иммигрантов. Многие хотят так же, но не понимают, как устроена канадская иммиграционная система и как получить легальный статус. Сразу скажу, что иммиграция в Канаду отличается от большинства стран. И сейчас я все объясню. Ставьте лайк, подписывайтесь, и я начинаю! Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Я совладелец канадской иммиграционной компании, мы помогаем с получением виз, ПМЖ и поступлением в ВУЗы. Что из себя представляет иммиграция в большинство стран? Вам нужно на каком-то основании получить временный вид на жительство – ВНЖ. Основанием может быть работа, учеба, семья и т.п. ВНЖ позволяет находиться легально в стране в течение какого-то времени, например, года или более. Все зависит от страны. Выезжать вам никуда не нужно – это плюс. Но есть и минусы. Обычно ВНЖ нужно регулярно продлевать. Определенное количество лет вы живете с ВНЖ, потом меняете его на ПМЖ – постоянный вид на жительство. Еще через сколько-то лет можно поддаться на гражданство. Канадская иммиграционная система устроена по-другому. Канада не выдает ВНЖ, а временными жителями здесь считаются те, кто приезжает по туристической визе, студенческой или рабочей. То есть вместо какой-то карточки временного резидента у вас будет просто виза. А чтобы получить ПМЖ, вообще необязательно сначала получать эту временную визу. Для получения постоянного вида на жительство вы должны отвечать требованиям одной из программ иммиграции. Всего их более 120. Работает это так. Вы выбираете программу, требованиям которой вы соответствуете, подаете заявку онлайн и ждете. В большинстве программ начисляются баллы, и время от времени проводятся иммиграционные отборы. Если вы набрали достаточно очков, то вас пригласят. До этого вы просто живете обычной жизнью в своей стране. Если вы получили приглашение, то вам ставят в паспорт иммиграционную визу, вы прилетаете в Канаду и получаете карту постоянного резидента. Карточка – это ваше удостоверение личности. Там будет ваше фото, имя и фамилия, пол, дата рождения и тому подобное. Иммигрирует, кстати, сразу вся семья. Программа есть совершенно разная – для квалифицированных специалистов, для рабочих, для самозанятых, для предпринимателей, для выпускников канадских вузов. Баллы тоже могут начисляться за разные факторы – возраст, знание английского, французского, образование и т.п. Это, скажем так, прямой путь к канадскому ПМЖ, когда вы просто подали заявку по иммиграционной программе и получили постоянный вид на жительство. В этом случае иммиграция у вас займет где-то полгода-год. Потенциально многим кандидатам какая-то из иммиграционных программ может подойти, но не всем. Для тех, кто не подходит по требованиям или не набирает достаточно баллов, есть другие способы получить заветное ПМЖ в Канаде. О них тоже расскажу. Когда вы получаете постоянный вид на жительство, вас наделяют почти теми же правами, что у канадских граждан. Вы имеете право на бесплатную медицину, можете свободно работать, жить в любом месте страны, и ваши права будут защищаться. Но ограничения все-таки есть. Например, нельзя голосовать, баллотироваться на выборы и занимать некоторые политические должности. Кстати, если хотите, чтобы я рассказал подробно, чем отличается ПМЖ от гражданства, напишите в комментариях, сниму отдельное видео. После трех лет в статусе постоянного резидента вы имеете право поддаваться на получение гражданства. Мы вот в прошлом году получили канадские паспорта, я снимал об этом видео. Посмотрите по ссылке в углу экрана и также в описании. Паспорт Канады, между прочим, один из сильнейших паспортов в мире. Теперь вернусь к обходным путям получения ПМЖ для тех, кто не подходит прямо сейчас под программы или набирает мало баллов. Здесь как раз на помощь придут временные визы. Сразу скажу, что если вы приехали в Канаду на учебу, на работу или как турист, то условия получения ПМЖ для вас будут такие же, как для тех, кто подается из своей страны. Нет такого, что вы, например, 5 лет проработали, значит, автоматически получаете ПМЖ. Вам все равно нужно поддаваться на программу иммиграции, одну из 120 и набрать нужное количество баллов. В чем тогда преимущества? Работа и учеба — это идеальные трамплины для дальнейшего получения ПМЖ. Про туристическую визу тоже скажу, чем она может быть полезна. Начну с работы. В Канаде есть программа временных иностранных работников. Получив рабочую визу, вы можете жить и работать в стране, пока она действует. В чем тут преимущество? Для временных работников есть специальные программы иммиграции. Там требуется рабочий контракт или опыт работы в Канаде. Обычно это либо от полугода до года, в зависимости от программы. Таких программ очень много и они доступны только для тех людей, кто проработал в Канаде или имеет рабочий контракт. Также в большинстве программ, где рабочий контракт не нужен, все равно начисляют дополнительные баллы. Причем много, если вы нашли работу в Канаде или уже проработали какое-то время. То есть, если вам не хватало баллов или вы просто не подходили по требованиям программ, работа в Канаде повысит ваши шансы на получение ПМЖ. Ограничения у рабочей визы тоже есть. Во-первых, визу нельзя получить просто так. Нужно сначала найти канадского работодателя, который захочет вас нанять. Это непросто, потому что работодателю часто нужно будет заморачиваться с документами и платить пошлину за трудоустройство иностранца. Есть компании, которые на это идут, но нужно понимать, что процесс поиска таких работодателей будет сложным. У нас на канале есть целая серия роликов про поиск работы в Канаде, советы по резюме, по поиску работодателя, как не нарваться на мошенников и тому подобное. Оставлю ссылку в углу экрана и в описании на плейлист. Второе ограничение. В большинстве случаев вы не можете менять работодателя. Если вы нашли работу в одной компании, то должны в ней и работать, пока не получите ПМЖ. Мне гораздо больше нравится путь иммиграции через учебу. Для получения студенческой визы нужно поступить в университет или колледж. Сделать это относительно несложно, потому что нет вступительных экзаменов. Нужно только подтвердить знание английского. Для этого сдается языковой тест, а если у вас слабый язык, то нужно пройти курсы английского для подготовки к вузу. Тогда языковой тест не нужен. Студенческая виза позволит вам находиться в стране весь период обучения. Плюс в том, что можно поступить на программу, которая длится 1-2 года, и у вас будет высшее образование и востребованная в Канаде практичная профессия. Во время учебы вы имеете право подрабатывать, но с ограничениями. Это число постоянно меняется от 20 часов в неделю до 40. Иногда лимиты снимаются. Во время каникул можно работать больше. Самое главное преимущество – после обучения вы получаете разрешение на работу в Канаде на 1-3 года. Сами подумайте, кого работодателю проще нанять? Человека из другой страны, на которого нужно оформлять кучу документов и ждать, пока он прилетит. Или человека, который уже в Канаде и имеет право работать, да еще и получил канадское образование. Почти во всех программах иммиграции за оконченное образование, как и за опыт работы в Канаде, начисляют дополнительные баллы. Также есть специальные программы для выпускников вузов. А еще, получив опыт работы, вы сможете воспользоваться программами для работников. Как и в случае с работой в Канаде, ваши шансы на ПМЖ в разы увеличиваются. Забыл сказать, что еще классного в студенческой визе. Если вы хотите поехать семьей, то вы можете поступить в ВУЗ, а ваш муж или жена при этом получит рабочую визу без привязки к работодателю. То есть в Канаде сможет свободно искать работу и работать полный день, либо наоборот – отправляете мужа или жену учиться, а сами идете работать. А дети смогут ходить в бесплатную школу. Про образование в Канаде и иммиграцию этим способом у нас тоже очень много видео. Там вся информация про процесс и еще интервью со студентами, нашими клиентами, которые делятся своим опытом обучения. Ссылка, как обычно, в углу экрана и в описании. Единственный минус иммиграции через образование – это цена. На год учебы и жизни в Канаде нужно иметь накопление не меньше, я бы сказал, 30 000 американских долларов на одного человека. На семью – чуть больше. Частично вы компенсируете это работой, но все равно до поездки нужно оплатить колледж и показать на счете деньги на жизнь. Осталась, как я и обещал, туристическая виза или гостевая, как она правильно называется. Такие визы обычно выдаются на полгода. Они не позволяют ни работать, ни учиться в ВУЗах, можно только путешествовать по Канаде или поступить на языковые курсы. Зачем тогда нужна эта гостевая виза? 1. Вы можете искать работу. Работать нельзя, но рассылать резюме и ходить на собеседование можно. Скорее всего, это будет эффективнее, чем искать работу из-за границы. Если работодатель согласится вас нанять, вы должны будете поменять гостевую визу на рабочую. 2. Распространенная схема с туристической визой – курсы дальнобойщиков. Водитель трака – востребованная профессия, но для нее обязательно нужны канадские права. Можно приехать в Канаду по туристической визе и отучиться в автошколе. После чего опять же искать работу и менять визу на рабочую, а потом уже поддаваться на ПМЖ. Мы занимаемся иммиграцией в Канаду и визами под ключ. У нас работает несколько иммиграционных консультантов с канадской лицензией. Мы можем записать вас в канадскую школу английского онлайн, подобрать канадский вуз и программу обучения подать документы на визу, а также на ПМЖ. Обращайтесь, все ссылки под видео. Надеюсь, вы теперь понимаете, чем ВНЖ отличается от ПМЖ. Если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и дергайте колокол, чтобы не пропускать новые видео о переезде в Канаду. До встречи в Канаде!